Вместе с тем, снижением численности населения беспокоена депутат Сената Айгуль Кабарова. По ее данным, большой отток казахстанцев идет из Северного Казахстана. С начала года население там сократилось на 3000 человек. Это несмотря на реализацию программы переселения Север-Юг. Только за последние годы из южных регионов переселилось более 5000 человек. Но в то же время регион покинуло в два раза больше. Все дело в том, что в области страдает инфраструктура, закрываются школы, нет условий для молодых людей, говорит сенатор. Многие жилые дома для переселенцев не соответствуют современным стандартам жизни, санитарным нормам. Некоторые, по словам переселенцев, и вовсе находятся в аварийном состоянии. Нужна поддержка переселенцев, которые хотят заниматься бизнесом. Если бы в процессе межрегиональной миграции было уделено серьезное внимание молодым семьям и реализованы конкретные механизмы господдержки, то данные меры помогли бы снизить рост миграции казахстанской молодежи за рубеж. Ну и к слову о росте миграции молодежи за рубеж. Наши корреспонденты выяснили, что только за последние пять лет из страны уехали почти 190 тысяч человек. Причем половина из них молодые люди в возрасте от 15 до 34 лет. Для сравнения, в течение этих же пяти лет в страну прибыло чуть больше 70 тысяч этнических казахов. По словам сенаторов, процесс внешней миграции можно и нужно остановить. Для этого необходимо поддерживать стабильный и эффективный баланс труда во внутреннем миграционном процессе, дать людям хорошую работу, зарплату и создать всевозможные условия.